Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой вот совсем несложный узорчик, называется сотый. Он является очень таким эластичным, мягким, нежным и несмотря на то, что можно его связать из тонкой ниточки, он получается довольно-таки пышненьким. Очень красиво смотрится такой узорчик на снудах, является он односторонним, как вы видите, то есть у него есть изнаночная сторона и он также очень красиво смотрится на свитерах, кофтах, то есть вот смотрите, вот такой получаются мелкие треугольнички и своего рода напоминают соты пчелиные. Для небольшого образца наберите количество петель кратное 2. Я набрала 18 петель и первый ряд. Первый ряд кромочную снимаем непровязанной, затем вяжем 1 лицевая, ниточку ставим перед работой и снимаем ниточку с непровязанной второй петелькой. Затем снова 1 лицевая, ниточку перед работой, снимаем, делаем, так сказать, накид и снимаем непровязанную петельку. Почему я вам говорю не перед работой? Таким образом мы делаем накид и просто непровязываем петельку. Итак, чередуем лицевая, непровязанная петелька с накидом, лицевая, петелька с накидом, непровязанная лицевая, петелька с накидом, 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 лицевая, петелька с накидом и кромочная провязываем изнаночной. второй ряд кромочную снимаем затем у нас идет петелька а за ней накид вот эту петельку провяжите изнаночной провязали изнаночной а затем этот накид с левой спицы переодеваем на правую не провязывая теперь следующие две петельки провязываем лицевой 1 2 накид не провязанной переводим с про с левой спицы на правую теперь снова 2 лицевые накид переводим не провязанной на правую спицу 2 лицевые накид 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 на правую спицу 2 лицевые. Накид на правую спицу. Лицевая, кромочная, изнаночная. Третий ряд. Кромочную снимаем. Затем у нас идет изнаночная. Мы снова ниточку перед работой, так сказать, делаем накид и снова снимаем непровязанную петельку. Теперь у нас идет изнаночная с накидом. Мы провязываем их вместе одной лицевой. Теперь снова идет одна изнаночная. Мы делаем накид и снимаем ее, не провязывая. Изнаночную с накидом провязываем вместе лицевой. Снова накид с непровязанной петелькой снимаем, вместе лицевой накид с накидом провязываем вместе лицевой. Теперь снова накид делаем и непровязанную петельку снимаем изнаночная с накидом вместе провязываем лицевой и так чередуем накид снимаем изнаночную с накидом провязываем лицевой накид снимаем изнаночной изнаночную с накидом провязываем вместе лицевой чередуем до конца и затем последнюю лицевую с накидом провязываем вместе лицевой кромочная, изнаночная. Четвертый ряд. Кромочную снимаем, затем у нас идут две петельки, мы их провязываем лицевой. Накид с левой спицы на правую, просто переодеваем, не провязываем. Затем снова идут две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, не провязываем. Две лицевые, накид снимаем. И так до конца ряда две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, две лицевые. И последний раз накид снимаем, кромочная, провязываем изнаночной. Пятый ряд. Кромочную снимаем и петельку с накидом провязываем вместе лицевой, затем у нас идет изнаночная, мы делаем снова накид и с непровязанной петелькой снимаем, снова изнаночная с накидом вместе лицевой, а накид с петелькой снимаем непровязанной, петелька с накидом лицевой, петелька с накидом непровязанная, петелька с накидом лицевой петелька не провязана и так до конца ряда чередуем не провязанная провязываем лицевой не провязанная провязываем лицевой и последняя провязываем изна и как провязываем не делаем накид и с не провязанной изнаночной петелечкой последняя петля провязывается кромочной и И шестой заключительный ряд в этом рапорте. Кромочную снимаем. Затем у нас идет первая петелька. Мы ее провяжем изнаночной. Теперь у нас накид снимаем на правую спицу с левой. Теперь у нас идут 2 лицевые. Накид снимаем не провязанный. 2 лицевые. Накид снимаем не провязанный. 2 лицевые. Накид не провязанный. 2 лицевые. Накид не провязанный. Так до конца ряда. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. Накид. Накид обязательно не провязываем. Просто переодеваем с левой спицы на правую. И в итоге лицевая, кромочная, изнаночная. И теперь седьмой ряд наш мы повторим как третий провяжем. То есть седьмой мы провяжем как третий, восьмой мы провяжем как четвертый, девятый провяжем как пятый, десятый как шестой. Итак, как третий ряд провязываем, кромочную снимаем, изнаночную снимаем с накидом, не провязываем. Затем изнаночную с накидом мы провязываем вместе лицевой, накид с изнаночной не провязываем, просто снимаем накид с изнаночной лицевой и просто снимаем. Теперь снова вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, с лицевой вместе снимаем. И теперь лицевую и накид вместе провязываем лицевой, кромочную и изнаночную. Теперь восьмой ряд, как четвертый. Кромочную снимаем, провязываем две лицевые, а накид переодеваем с левой на правую. Две лицевые, накид переодеваем с левой на правую спицу. Две лицевые, накид слева направо. Две лицевые, накид слева направо. Итак, продолжаем чередовать до конца ряда. Две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, кромочная, изнаночная. Теперь пятый ряд у нас по очереди идет, то есть девятый. Кромочную снимаем, петельку с накидом провязываем лицевой, а затем у нас идет изнаночная. Мы делаем ее вот так вот, не провязывая, с петлей, как всегда с накидом снимаем. Теперь снова изнаночная с накидом провязываем лицевой и вместе снимаем с накидом изнаночную непровязанную. Теперь снова лицевую вместе с накидом непровязанную, лицевую с накидом непровязанную, лицевую с накидом непровязанную, лицевую с накидом непровязанную, лицевую с накидом непровязанную и так до конца ряда. чередуем то есть мы сейчас провязываем провязываем как 5 ряд теперь лицевую изнаночную с накидом не провязанную кромочная изнаночная и последний заключительный ряд 6 то есть он у нас как бы будет чередоваться затем снова после 6 эти 3 как и первый раз то есть вам нужно сначала провязать 6 рядочков а затем с 3 по 6 просто повторять и так 6 ряд кромочную снимаем затем провязываем первую петельку изнаночной и накид который у нас вот следующий мы с левой спицы на правую просто переодеваем теперь у нас изнаночная идет и следующая петля мы 2 вместе провязываем не вместе а как 2 провязываем лицевой вот так а с изнаночной получается 2 после изнаночной 2 идет накид и мы с левой спицы переодеваем на правую теперь у нас идет изнаночная провязываем лицевой следующая провязываем лицевой и накид просто переодеваем теперь снова лицевая лицевая накид переодеваем лицевая лицевая накид переодеваем лицевая лицевая накид переодеваем и так до конца ряда у нас две лицевые, накид просто снимаем. Лицевая, лицевая, накид переодеваем с левой спицы на правую. Теперь лицевая и кромочная, изнаночная. Таким образом мы с вами провязали только что один раппорт полный и второй, так сказать, уже начиная с третьего ряда по шестой. То есть сейчас вы снова продолжаете с третьего ряда по шестой, с третьего ряда по шестой и столько рядочков, сколько вам нужно высоту. Первые, получается, шесть рядов вам нужно провязать обязательно, а затем, начиная с седьмого ряда, вы провязываете седьмой как третий и продолжаете. Третий, четвертый, пятый, шестой, третий, четвертый, пятый, шестой. В общем, я надеюсь, что вам стало все понятно. В принципе, если у вас есть вопросы возникнут, оставляйте их в комментариях. А так ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!